Священный кагор на Пасху или бодяга в пластиковой бутылке? Человек может умереть от острой почечной недостаточности. Как с помощью соды и глицерина проверить качество церковного вина? Берём глицерин, берём наше вино, капаем туда немножко глицерина и смотрим, появится обязательно осад. И где его лучше не покупать ни при каких обстоятельствах? Мы можем завезти просто ящик, да, допустим, там, да? Но самое главное, только быть, чтобы его формулировать, значит, это я как-то и вверх. Пасха уже на носу, и кагор – один из самых важных составляющих этого праздника. Но как его выбрать, чтобы не оказаться в больнице? Ведь сейчас на полках церковных лавок этот святой напиток стоит без акцизов и этикеток. А какого он качества, можно только догадываться. Из завода, да? Для начала хочу купить несколько видов этого вина разной стоимости. Для чего – узнаете чуть попозже. А пока еду в одну из самых пафосных церквей в Украине – Киево-Печерскую лавру. И иду в лавку к Дальним пещерам. Мне сказали, что самый хороший кагорчик продают именно там. Скажите, пожалуйста, а кагор только такой? А кто играет в этот литр? Ну, и по чаю. Да, нормально. Стоит кагорчик 50 гривен за пол-литра. Беру. Дальше отправляюсь в небольшую церквушку в спальный район Киева. Та же история. Пластиковая бутылка и без каких-либо опознавательных знаков. Но, надеюсь, в церкви на качестве дурить не буду. На очереди кагор магазинный. Кагор украинский. Кагорчик-то вечер. Крепленая десертная, специальная, типа сладкая. Греут этот, конечно. Итого. У меня три вида кагора. Но какого он качества? Разобраться в этом не поможет Миша, владелец бара. Сейчас мы вместе с ним протестируем народные способы проверки церковного вина. Кагор за 30 гривен мы будем проверять содой, за 45 – водой. А магазинный святой напиток за 60 гривен будет испытываться глицерином. Начнем. Первый возьмем способ наш самый простой. То, что есть у каждого дома. Это сода. Мы берем тарелочку соды, самая обычная, обыкновенная вина. На арену выходит сейчас вино церковное за 30 гривен. Мы чуть-чуть капаем венца, прям туда, в соду. Посерело. Сода вступает в химическую реакцию с красителями, поэтому если она посерела, то ваш кагор, мягко говоря, тухта. А если стала фиолетовой или синей, то пить можно. Наше вино из небольшого храма, которое стоит 30 гривен, тест не прошло. На очереди вино за 45 гривен из Киево-Печерской лавры. Наполняем рюмочку. Сейчас будет сложно. Когда речь идет о рюмочке, наполняем, сразу начинают трястись руки. Так. И теперь вот эту рюмочку опускаем в стакан с водой. Если бы было хорошее вино, оно бы сразу так не растворилось в воде. Если бы у нас вино осталось в рюмочке, так как плотность воды и вина разная, тогда бы перед нами было хорошее вино. Если применяется, не дай бог, метиловый спирт, который используется в технических жидкостях, в стеклоомывателях, в тормозной жидкости и так далее. И этиленгликоль – это состав антифриза. Если приметиловый спирт, идет поражение центральной нервной системы и зрительного нерва. То есть человек, это абсолютно реально, человек может остаться слепым. Если же употребляется этиленгликоль, антифриз, человек может умереть от острой почечной недостаточности. Когор из лавры также с треском проваливает испытания. Грех на душу берут, продавая такое винишко. Интересно, Когор из магазина тоже окажется бодягой? Попробуем проверить его глицерином. Это трехатомный спирт, который вступает в реакцию с плохими спиртами. Берем глицерин, берем наше вино, капаем туда немножко глицерина и смотрим, появится обязательно осадок. И смотрим, какого цвета у нас будет осадок. Если осадок у нас не поменялся, значит вино качественное, хорошее. Если какое-то другое, там желтое, оттенок фиолетовый, это уже перед нами тогда будет точно подделка. Осадок цвет не поменял. Аллилуйя! Хоть магазинный Когор за 60 гривен порадовал. Но получается, что церковное вино – это обычная крашеная вода со спиртом? Ни этикеток, ни акцизов, ни чеков. Ничего. И если вы им отравитесь, доказать что-то будет нереально. Я решился на провокационный эксперимент. Сделаю Когор сам. А затем попытаюсь толкнуть под реализацию в церковную лавку на территории Киево-Печерской лавры. Наша нерегулярная выездная алкалаборатория начинает свою работу. Берем обычную водичку, ароматизатор на 10 литров и спирт этиловый. Из всего этого мы приготовим 0,7 литра прекраснейшего Когора. Наливаем 0,7 литра воды в графин. Добавляем туда 100 мл этилового спирта и ароматизатор Когора, который я нашел в интернете за 45 гривен. Перемешиваем. Приготовленный нами Когор чем-то отдает земляничкой. Сейчас его разливаю по бутылкам. Отправляюсь в Киево-Печерскую лавру. По легенде, я представляю одесский винный завод, который хочет продать партию священного вина. Захожу в церковную лавку, где совсем недавно покупал Когор для своего эксперимента. И почему? Да, смотрите, пол-литра мы отдаем по 15 гривен, а литр 28. Упаковка. Упаковка. Смотрите, этикетку мы можем сделать вплоть до того, что хотите, ваше будет. Но там будет то, что тут или там будет то, что тут? Нет, то, что тут. Ну, мне бы требовалось его распасывать. И этикетки так, и, по-моему, этого родить. А так что... Из практики Когор у вас берут? Ну, конечно, берут. На скей где-то там активно? Ну, значит, у нас по телетруле стоит, по параллитруло. Ага. И что не секрет, откуда он? Ну, только-то, да. Поражает, что в ходе наших бизнес-переговоров у меня никто не просит документов и без лишних вопросов идут на контакт. А если я гадость принес, которой могут отравиться сотни православных? Ради всего святого! Вы издеваетесь! Мы вам можем завести просто ящик, да, допустим, там, да? Но самое главное, чтобы не побачить ее оформление, побачить ее в бутылке, и поставить, что будем побачивать. То есть... Я выставлю плоск, выставлю все. То есть, в принципе, ну, если что, без проблем с процентом, вот так? Для храма, у нас в рамках была. Доброе. Но цена не дорогая? Больше? Наши проценты? Ну да, нет, это по-любому. Сколько процентов? 21 гривня, я думаю, что нет. 21 гривня за полмитра, да? Ну, наценка, грубо говоря, 6 гривен. Ну, 6 процентов. 40 процентов? Да. Все? Доброе. Я просто в шоке. На ваших глазах я только что толкнул партию самодельного когора в Киево-Печерскую лавру, где его собираются продавать с наценкой в 40 процентов. И все, что встревожило заведующую церковной лавки на территории Киево-Печерской лавры, не товарный вид бутылки. А что в ней никого не колышет? Мы можем завезти просто ящик, да, допустим, там, да? Но самое главное, это не побачит ее оформление. Но как же выбрать Кагор, чтобы не загреметь в реанимацию? Минимальная цена, я бы рекомендовал где-то, наверное, там не менее, там, если на полке, то, наверное, 50, 60, 70, может быть, гривен. То есть импортные, молдавские, на сегодняшний день тоже достаточно неплохие есть производители. Там, я думаю, что 120-150 гривен. А вот Кагор в пластиковых тарах обходите десятой дорогой. Это пластик, в нем воду даже второй раз не рекомендуют заливать, а уж не для вина, в котором есть очень агрессивная среда. Есть алкоголь, есть кислоты, есть очень много всяких активных, химически активных веществ. Вино может вступить в реакцию с пластиком, а это чревато сильным отравлением. Хороший Кагор должен пахнуть чем-то смородином. Смородином вареньем, грубо говоря. Если говорить о плохом, то плохой чем может пахнуть? Ну, какая-то неприятная, уксусная бывает, еще какие-то нотки там, брожения. Ну, а если вы все-таки купили Кагор в церкви, молитесь, чтобы он был хороший. Мы можем завезти просто ящик, да, допустим, там, да? Но самое главное, чтобы побачить ее оформление, побачить ее бутылки и поставить, чтобы вы его побачили.